Всем привет! Я рада приветствовать вас на восьмом выпуске проекта Ваши лица. Если вы не следите за этими выпусками, то сразу сообщу, что строятся они на том, что я делаю макияж по фотографии сугубо схематически. Разбираем мы с вами строение лица, строение глаз, как выполнять макияж. И выполняю я макияж в кавычках, естественно, с помощью программы для ретуши фото. Поэтому на оттенки не обращаем внимания, на какие-то погрешности не обращаем внимания. В основном я эти видео создаю для того, чтобы комментировать какие-то особенности внешности. И основываясь на ваших комментариях, я понимаю, что это очень многим помогает, поэтому давайте приступать. Сегодня у меня в гостях будет моя зрительница. К сожалению, не знаю, как ее зовут, потому что не подписалась девушка, и письмо тоже пришло от Элис Мера. Я не знаю, это имя или это ник, поэтому не уверена, в общем-то, как именно зовут девушку. Но, тем не менее, внешность очень интересная. Я вообще, когда увидела эту фотографию, я просто в нее влюбилась. Вообще, очень мне нравится ее внешность. Конечно, есть кое-какие погрешности. Там с бровями, конечно, нужно поработать, но это все настолько мелочи. И в очередной раз, когда я получаю письма, я понимаю, насколько сильно мы сами себе придумываем недостатки, насколько сильно мы сами вырабатываем в себе комплексы. И вот сейчас я зачитаю фрагмент ее письма, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, а потом я это прокомментирую. Итак, девушка пишет. Из недостатков. Темные круги под глазами, круглое лицо, асимметрия формы лица и глаз, бровей. Присутствует небольшое нависание правого века, хотя это не всегда заметно. Итак, когда я это прочла, я сначала подумала, что я не то фото получила, потому что из всего вышеописанного я могу согласиться только с тем, что есть асимметрия бровей. Ну и с бровями, ну в принципе, беда, скажем так. Если отталкиваться от основ коррекции бровей, то здесь, конечно, есть над чем поработать, но мы к этому вернемся. Дальше. Круги под глазами. Хорошо, здесь я могу, в принципе, согласиться, но это очень легко корректируется, потому что есть просто небольшая такая темная зона. Скорее всего, это вызвано просто строением черепа, из-за этого создается вот такая вот тут более темная зона, но тем не менее, ничего такого супер страшного здесь нет. Корректируется элементарно какими-то светло-розовыми или персиковыми корректорами. Дальше. Круглое лицо. Вот здесь я вообще в шоке, потому что, девушки, вы очень часто заблуждаетесь в формах своего лица. Круглое лицо выглядит совершенно не так. Я вам вставлю несколько примеров фотографий девушек реально с круглым лицом. Настоящая круглая форма лица встречается крайне редко. В основном она, скажем так, приобретенная бывает. То есть, если девушки начинают полнеть, то появляются больше щеки, и это как бы скругляет форму лица. Но вот саму по себе такую круглую форму лица встретить можно крайне редко. Здесь же я вижу настоящую форму лица, которая называется формой сердца, Heart Shape, и она примечательна наличием достаточно широкого лба, скульптурных скул и достаточно скульптурного подбородка. Вот здесь, если обратить внимание, подбородок очень острый, и уже за счет только вот этой вот именно черты лица, круглым это лицо вообще нельзя назвать. Асимметрию в форме лица я тоже не вижу. Если там уже придираться, по миллиметрам мерить лицо с одной и с другой стороны, может, можно что-то найти, но я этого не вижу, и нет смысла до этого докапываться. У всех, абсолютно всех людей лица асимметричные. Нет практически, да не то, что практически, вообще не существует полностью симметричных лиц. И что касается асимметрии глаз, здесь опять-таки я не вижу какой-то глобальной асимметрии. Если там опять прицепиться к чему-то и там померить по миллиметрам, может быть, что-то найдем, но глаза вообще потрясающие просто. Очень красивые глаза, очень красивый разрез глаз. И для такого разреза глаз я бы порекомендовала стрелки, они просто сюда просятся как родные. Яркие губы тоже написала девушка носит, тоже вполне могу согласиться. Яркие губы тоже сюда очень отлично вписываются, потому что форма губ тоже очень красивая. Теперь, что касается коррекции. В жизни девушка носит челку, то есть вот такую прямую челку, которая закрывает лоб. В принципе, может быть, это и неплохой вариант. У нее здесь вот такая челка, которая на вот эту вот часть заходит. Она говорит, что ей кажется, что это корректирует ее форму лица, и таким образом ей как бы больше нравится ее лицо. Здесь я могу согласиться, потому что вот эта вот вся скульптура, если ее закрыть волосами, то волосы отлично ее корректируют. И вот именно такая стрижка, которую она носит, в принципе, ей очень неплохо подходит. Если же вот это убрать, но в то же время я не могу менять, это лицо очень умиляет. Мне нравится вот так вот без челки. Очень красивая внешность, очень такая неординарная. Вот в модели просто девушке надо идти однозначно, потому что вот такие лица в модельном бизнесе фурор делают. Если же все-таки мы будем стараться заточить ее как бы под идеал, под овальную форму лица, то коррекция должна проводиться вот по вот этой зоне. То есть весь лоб по периметру мы будем затемнять. Вернее, не весь, вот эту часть, я думаю, можно не трогать, разве что совсем слегка. И скулы я бы здесь не выделяла, потому что скулы и так довольно скульптурные. И из-за того, что такой острый подбородок, сильно скульптурные скулы тоже будут делать такое лицо, немного как у Кащея, то есть слишком костлявое. Мне лично это не нравится. Если вам нравится, если у вас похожие черты лица, то никто вам не запрещает делать такого рода макияж. Я же как бы не фанат такого совсем, худого, такого скульптурного лица. Вот такого вот плана я бы сделала здесь коррекцию. На этом бы я ограничилась. Если хочется, можно сделать тоже коррекцию носа легкую, потому что спинка носа достаточно узенькая. И вот сама просится коррекция на вот эту зону приблизительно. Вот так вот. Тут даже естественная тень падает. И видно по естественной тени, как можно пройтись для того, чтобы визуально сделать нос. Ну, не то чтобы уже. Он и так не слишком прям широкий, но такой более как нос пуговкой. И корректором можно заходить аж вот так вот вверх. Вот я уменьшила интенсивность для того, чтобы это более-менее было похоже на то, что нужно сделать в реальной жизни. И вот кончик можно тоже совсем слегка подтушевать корректором. И таким образом получается очень деликатный такой эффект, но в то же время нос сужается при этом. Здесь такие классические брови-арочки. Очень у многих я наблюдаю такие моменты. Если вы хотите скорректировать вот эту вот форму арки и сделать более правильную форму, прямую, что мы можем сделать? Вот самая высокая точка. От нее отталкиваемся. Если мы вот так вот делаем, вот я чисто схематически пока показываю, чтобы вам разобраться. Опять сюда, здесь идем. То же самое делаем. Сейчас пока не пугайтесь, я объясню, к чему я это все введу. Вот. Нарисовали, да? Грубо говоря, линия идет прямо, от вот этой точки, самой высокой точки арки. Вот я нарисовала прямо эту линию. Теперь заполняем вот эту часть. И то же самое сделаем здесь. Но здесь бы я немножко увела в сторону. Ну ладно. Допустим, оставим даже вот этот вот. Вот эту форму. Теперь смотрим, что у нас здесь лишнее для того, чтобы сделать снизу тоже форму нормальную. То есть, если я вот так вот сделала вот здесь, получается слишком широкая бровь. Значит, что нам? Вот эта вот часть у нас явно лишняя. Поэтому вот эту часть, допустим, мы убираем. Ну, к примеру. Вот эту часть мы выщипываем. И вот у нас уже получается более правильная форма брови. Видите? Теперь у нас получается, что бровь идет достаточно прямая, с аркой. Вот все как по классике коррекции. То есть, изначально, для того, чтобы вам понять, что нужно с бровью делать, возьмите, отталкивайтесь от вот этой самой высокой точки, заполните ее, посмотрите. Здесь, опять-таки, это не обязательно должно быть именно прямо. Можно чуть-чуть тут там убрать, например. Посмотреть, как именно будет хорошо. Но в то же время бровь сделать максимально прямую и максимально заполненную. Вот в этой части. Не надо делать слишком большие дуги, не надо делать такие, как запятые, когда здесь объемная бровь, а здесь такая непонятный хвостик торчит. То есть, нужно отталкиваться от того, что есть, основа, да, и вот таким вот образом корректировать свои брови. Я сейчас вернусь на то, что было. Вот, видите? То есть, приблизительно. Буквально немножко вот здесь вот заштриховать, здесь вот выщипать, и все. Получается, что бровь совсем меняет свою форму. Я вернулась на то, что было. Сейчас я сделаю эту коррекцию более аккуратно, потому что я чисто схематически вам показывала, как разобраться с бровями. Сейчас я сделаю это, постараюсь сделать более аккуратно и вернусь к вам. С бровями я, грубо говоря, закончила. Здесь, конечно, вот эту часть нужно дорисовывать. И для того, чтобы ее дорисовать, лучше всего использовать какие-то средства по типу помадки для бровей или гелия для бровей, которые смогут смоделировать вот эту часть, которая здесь не растет. А вообще, конечно, можно попробовать попользоваться какими-то средствами для отращивания или вообще оставить свои брови на месяц приблизительно, для того, чтобы они все заросли вот по окружности, а потом постараться вот эту вот форму повторить. Конечно же, здесь мы будем дорисовывать вот эту часть и потом хорошенько растушевывать, чтобы это смотрелось максимально натурально. Но, естественно, если здесь ничего не растет, то будет это не совсем натурально. Но, опять-таки, другого выхода у нас нет. По-другому никак такую форму мы не скорректируем. Также прошу не обращать внимания на оттенок, который у меня здесь получился в бровях. Здесь нужно использовать теплый шоколадный оттенок. Это какой-то у меня такой рыжий непонятный цвет, но здесь другого просто в программе нет. Поэтому какой-то теплый темно-шоколадный оттенок сюда бы отлично вписался. Что касается зоны под глазами, то, как я и говорила, какие-то персиковые тона отлично корректируют эту зону. Я вот сейчас вот совсем слегка добавляю персикового цвета. И зона эта сразу мгновенно корректируется и становится более яркой такой вот и свежей. Что касается макияжа глаз, то давайте я здесь сделаю стрелочки, потому что я не вижу смысла прям делать какой-то супер насыщенный макияж. Девушка очень молодая. И мне кажется, что яркая помада плюс стрелка вполне отличный вариант для такого рода внешности. Стрелку мы здесь сделать можем вообще по классике, то есть вот из внешнего уголка глаза мы поднимемся и можем даже сделать такую подлиннее, понасыщеннее стрелочку. Хвостик делаем остренький. Зарисовываем вот эту всю часть, всю часть подвижного века. Соединяем. Сделаю понасыщеннее этот оттенок. С такой вот формой даже можно немножко поиграться и сделать такой более кошачий глаз, то есть продлить вот сюда во внутреннем уголке глаза слегка. Ну, конечно, это я показываю не повседневный макияж, а такой уже более, скажем так, на какой-то на выход или, в общем-то, если хочется сделать, поиграться как-то со своей внешностью, сделать более кошачий какой-то разрез. Вот такая форма глаз отлично просто позволяет это сделать. Ну, если вот эта вот часть не нравится, то, конечно, можно и без нее обойтись запросто, но в то же время это такой более интересный вариант, скажем так. Со вторым глазом я тоже закончила, и вот мне безумно нравятся эти стрелки, они такие выразительные, кошачьи, и на такой форме глаз, и в целом на такой внешности очень круто смотрятся. Я не знаю, понравится вам или нет, но мне очень нравится, просто безумно нравится. Я очень хочу, чтобы комплексы у этой девушки по поводу своей внешности пропали, потому что внешность у нее реально очень интересная, очень красивая, очень неординарная. Короче говоря, красотка, да и только. Давайте теперь пройдемся по щекам. Мне здесь не хватает совсем легкого какого-то такого девичьего румянца, такого совсем легкого какого-то розоватого, или вот что-то вот такого, даже светлее может розовый оттенок, но здесь он как-то... Нет, вот это уже будет перебор, но вот что-то вот такого вот плана, совсем легкого такого вот румянца вполне будет достаточно. И закончим все это яркой помадой. Давайте сейчас посмотрим, что касается ее губ, то форма губ мне очень нравится, очень красивая форма губ, очень красивый лук купидона, такой вот выраженный. И, кстати, его тоже можно хайлайтером немножко подчеркнуть, то есть если взять вот сейчас, ну, такой как мнимый хайлайтер, да, и вот нанести на эту зону, даже можно и сюда нанести, это еще больше его подчеркнет, добавит объема губам, очень красиво будет выглядеть. Давайте сейчас я поработаю как бы карандашом, на цвет пока не обращаю внимания, потом постараюсь подобрать что-то поинтереснее, чем вот это. Здесь просто нужно поработать карандашом над тем, что есть. Губы я как бы накрасила, теперь давайте попробуем подобрать оттенок. Ну и вот то, что приблизительно мне хотелось бы здесь видеть, мне кажется, что такого рода красная матовая помада здесь бы отлично смотрелась. Вот сейчас я убираю всю ретушь, и видно, насколько сильно изменились брови, то есть коррекция бровей здесь явно нужна, и вот эти стрелки, мне кажется, отлично подчеркивают такие глаза, делают их намного более интересными, сексуальными, очень красиво выглядит. И такая вот губная помада тоже, мне кажется, отлично подходит в весь этот образ в целом. И на этом я, наверное, буду заканчивать этот выпуск. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы тоже хотите принять участие в этом проекте, то в описании под видео будут все условия, как нужно присылать свои фотографии. На этом я с вами прощаюсь, до встречи в новых видео, пока! Сегодня я хочу показать вам рецепт очень вкусного бисквитного торта. Его можно сделать как просто себе на десерт в обычное время, так и побаловать себя на день рождения, на какой-то праздник. Первое и самое интересное для меня, это вот такие вот летние сланцы. Я в прошлом году себе тоже такие заказывала, они немножко по-другому выглядели, но сделаны абсолютно точно так же были.